Восвятая служба информации телерадио компании «Гомель» у студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Сродки массовой информации повинны оперативно и объективно осветлять усе этапы выборчай кампании. Про ее особливости, а так само историю развития парламентаризму, сегодня шла размова на встрече министра информации Республики Беларусь Лилии Ананич с прационным коллективом Рогачевского молочно-консервового комбината. Под обязанностями Володая Дмитрий Котау. Подобные встречи на предприятии проходят каждый месяц. Их задача – ознайомить прационный коллектив с актуальными экономичными и политичными тенденциями, которые впливают на дальнейшее развитие страны. Это все обращает силу понятия уровня познания всех людей. А самое главное – воспитывает молодежь, воспитывает людей преданность, любовь к своему предприятию, к нашей республике. Тема чергового дня информования на Рогачевском молочно-консервовом комбинате – выборы в Палату представников национального схода Республики Беларусь шестого скликания. Перед работниками предприятия выступает министр информации Лилия Ананич. Головная думка, которая улучшит с трибуны – СМИ должны своечасово и оперативно информовать насельство про все этапы выборчай кампании. Мы сегодня видим, что идет такой ровный тон избирательной кампании в средствах массовой информации. Безусловно, будет обеспечено право каждого кандидата в депутаты опубликовать предвыборную программу, провести дебаты. И я уверена, что граждане страны, в том числе благодаря деятельности средств массовой информации, будут более осознанно выбирать своего депутата. Почасу встречи Лилия Ананич рассказала и об истории становления парламентаризма в Беларуси. Яким чином урозные периоды он уплывал на развитие нашей краины. Очень важно было не только проинформироваться о том, как строилось наше законодательство, как формировался наш парламент, какие этапы, что сделано за этот период 20-летия парламентаризма в стране. Но очень важно понять, что сегодня граждане страны активно участвуют в избирательном процессе, не безучастны к тому, кто придет в парламент, с какими программами. По словам Лилия Ананич, шмат учим от этого будут залежать и дальнейшие экономичные перспективы предприемства. Сейчас Рогачевский молочно-консервовый комбинат протягивает работать над освоением новых рынков сбыта и, как выник, полепшением финансовой ситуации. В списке партнеров – Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Турция, Иран и Китай. До того, что только в этом году в творчестве были увидены 12 новых видов продукции. С каждым годом Рогачевский молочно-консервовый комбинат не только подширает ассортимент, но и полепшая якость своей продукции. Сегодня для предприемства это главный критерий и тому тудейнейший острогий санитарный и технологичный режим. Контроль ожидая на всех этапах вытворчества. Это полностью выключаемая активность заявления на прилавках неякостных товаров. Успехи предприемства подтверждают и перемоги в шматликих международных конкурсах. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» Заргачева. Сегодня у Гомельским областным объединениям профсоюза проанализовали выники створения новых первичных организаций. За прошлый год в регионе начали дейничать больше, чем 150 первичек, которые объединяли около 4500 человек. Разом с тем, керавники некоторых предприемствам и мкнутся стремливать этот процесс усими мягчимыми способами. Олег Сенцеров подтекавился перспективами. Для работы по створению первичек на «Гомельске» распространенный реестр организации, где нема профсоюзного представительства. Причем, этот документ постоянно уносится коррективой, которая связана с объективными причинами. Не где провели реорганизацию, не где оптимизовали количество работающих, а не где предприемства в уголе припанили свою деятельность. В областном объединении профсоюзов эту ситуацию разумеют и кажут, что никаким чином не мкнутся створать новые первички при мусловом. Что там не меньше, не отменяя необходимости проведения ответственной тлумачальной работы и оказания организационно-методичной поддержки, где для чего при обками створена специальная группа, без проблемных коллективов не бывая. Пытания о том, как эти проблемы выращаются, и профсоюзы в этом процессе явно не лишние. Я могу привести немало примеров, когда мы, пользуясь именно колдоговором, отстаивали права где-то через суд, возвращали деньги. У нас только в этом полугодии где-то более полутора миллиардов рублей вернуты денег, те, которые, так сказать, по каким-то причинам были невыплачены людям. Семь человек восстановлены на работе. Те, которые пришли, и мы начали разбираться со своими юристами, мы, так сказать, их восстановили. Разум с тем, областным обеднанием профсоюзов констатують, процесс створения первичных мог бы исти и больше активно. Неде он усими силами стремливается к керовникаме, неде сами работники до этого не готовые. У Гомельском товаристве «Семья и здоровье» до принятия ответственных решений шли не один месяц. Сегодня тут працуют каля 30 высококвалификованных медиков, які часто и сами могут поклопотиться по властным допробытиям и своих правах. Меж тем, у липения этого года тут отбылся сход, на яким приняли решения профсоюзной организации «Быть». Ещё раз в месяц, и она почала свою деянность. На користь стандартных решений знайшлось и некаких причин, починаючи с того, что зараз неде 90% медицинских работников Гомельской области заявляются членами профсоюзов. Ведь у членов профсоюзной организации есть ряд преференций. Хотя бы то, что можно получить бесплатную юридическую консультацию в областном комитете профсоюзов, также консультацию по различным интересующим экономическим вопросам. Кроме того, областной комитет профсоюзов проводит различные мероприятия по организации досуга. Туровский молочный комбинат и селянская господарка Михаила Шруба у агропромысловом комплексе, ободковая фабрика Баттичелли у легкой промысловости, плюс предприемство местовой промысловости, будовництво и оховы здоровья, реализация решения 7-го заезда Федерации профсоюзов Беларуси и построение первичных профсоюзных организаций на предприемствах приватной формы властности протягивается. Только за прошлый год в регионе почали деятельность больше 150 первичек, которые объеднали около 4,5 тысяч человек. Создание первичных организаций в первую очередь мы преследуем цель не с точки зрения отчитаться и получить организацию, а самое главное, чтобы быть ближе к этому коллективу и не более этого. Олег Сентяров, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель». Сегодня в Жлобинском районе отбылся открытый диалог БРПА и БРСМ «История сучасности и будущего». Мероприемство было организовано на территории детячего реабилитационно-оздоровленного центра «Пролеска». В рамках профильной пионерской змены «Разумные каникулы. Салют пионеры». Удельникам открытого диалогу пропоновали погуторить на тему пионеры и союза молоди, молодежной политики и молоди у политцы. Выбор в Палату представников национальных сходов Республики Беларусь 6-го скликанья. Подробязности у репортажа Вероники Ворошелиной. Профильная пионерская змена «Разумные каникулы. Салют пионеры», яка объеднала каля 300 школьников самых розных кутков Гомельской области, уникальный проект для нашего региона. По першиню на протягу 22 дней у детячем реабилитации на здравливающем центре «Пролеска» отпрышивали выключена ктябраты и пионеры в возрасте от 8 до 16 годов. И они принимали удел в шматликих творческих конкурсах, спортивных споборництвах и новотосвоевали азы журналистского майстерства. С этой мытой был створен импровизованный карпункт, по яким дети учились описать артыкулы, створять до их заголовки и креативно оформлять что-то дневные информационные стенды, рассказывающие про цикавые пионерские будни. До того ж, школьникам был пропонован из шерех тематичных мероприемств, накерованных на безопасность житедеянности. В рамках пионерской смены мы ежедневно ребятам наполняли санаторные будни не только каким-то лечением, развлекательными, досуговыми мероприятиями, но и также обучением. Так у них ежедневно были тематические дни. Это были и дни с МЧС, и дни с ГАИ по безопасности движения. Это была и акция «Счастливое лето» по безопасности поведения на воде. То есть таким образом мы решили не просто провести лето, а действительно лето с пользой. И так называемые умные каникулы нам кажется, что они удались. Финальным аккордом профильной пионерской смены разумной каникулы «Салют пионеры» стал открытый диалог БРПА и БРСМ «История сучасности будущего». На встречу со школьниками приехали представники областных и районных уладов, а так само Белорусской республиканской пионерской организации и Белорусской гороспубликанского союза молоди. Мероприемство «Соправды» проходило в формате открытого диалогу. Юные удельники задавали гостям самые разные пытания. И они закранали темы пионеры и союза молоди, молодежной политики и молодеу-политицы. Выборы в Палату представников национального схода Республики Беларусь, шостого скликания и иншие. Например, для тех, кто-то интересует, которым должен быть сучасный депутат и должен удельничать молодь в политическом жизни своей страны. А так само, что сегодня представляет собой Тимуровский рух, и какие новые интересные проекты рыхтуются запустить в ближайший час в громадские организации БРПА и БРСМ. В целом, республиканский проект «Открытый диалог» – это широкая дискуссийная пляцовка, которая дает махчимость белорусской молоди уздымать самые острые проблемы и задавать хвалюющее питание представникам органов УЛАДы, политикам, предпринимальникам, громадским деятшам. Удельники профильной пионерской измены «Разумные каникулы» «Салют пионеры» отримали конструктивные отказы на свои питания. И разом с тем, серьезно задумывались над тем, как бы нести свой особистый уклад у реализацию пропонованных им громадскозначных проектов. Я узнала о том, что я смогу стать тимуровцем, смогу участвовать в различных акциях, мероприятиях, помогать различным людям. Я хочу после этого мероприятия участвовать в финансовой грамотности проекта. Я очень хочу вступить в тимуровскую команду, делиться опытом друг с другом, рассказывать о своей школе, о других школах, как там у них все проводится. Вероника Ворошилина, Валерия Гапанико, отеля, радио-компания «Гомель» со Жлобинского района. На выходных у наш регион вернется летняя спякота. По информации областного гидромедцентра, завтра на большей части территории в области пройдуть короткочасовые дожди и на больнице. Слубки термометров уздымутся у ночи до 14, у день до 25 градусов тепла. У субботу будет переважно без опадков. Чакается до 13 градусов у ночи, до 28 в день. В неделю, 21-го жнивня, поветро прогреется до плюс 37. Протягиваем выпуск. Орден «Легион Гонору», японский орден священного скарба, орден короны Тайланда и одна из самых каштоунных узнагород – орден слона. Сегодня у музея Гомельского палацево-паркового ансамбля открылась выстава «Узнагороды краин света». З экспонатами ознайомилися наши корреспонденты. Заслуги человека перед громадством завсюду означалися особливым чином. Титулы, упрыгоживание, зброя, годинки и навыц специальное оденье. Перелик того, что люди урушали своим героям, достатково велики. Однако ордены и медали в этом списке стоять особным родком. На выставе «Узнагороды краин света» с коллекцией музея города Тракая, якая зараз демонструется у Гомелли, больше, как 120 орденов и медалёв за маль 40 краин Европы, Африки, Азии, Паудневой и Пауночной Америки. Эта выставка уникальна для дворцового паркового ансамбля и для нашего региона, потому что она даёт представление о наградах не только связанной с Великой Отечественной войной, которая нам хорошо знакома, но и вообще всех многих стран мира. Поэтому она будет интересна, я думаю, как взрослому населению, так и, в первую очередь, подрастающую, потому что одна из основных задач, которая стоит перед музейными учреждениями, это воспитание молодого поколения. Американский медаль «Пурпурное сердце», бразильский орден «Паудневого крыжа» и японский «Священного скарба», орден «Короны Таиланда» и высшейшая державная узнагорода Дании, орден «Слана». Навод, ты, кто не вельми цикавится фалерыстикой, выстава не покиня Абыяковым. Уреште, убавшись такие узнагороды у Гомеле, можно далеко не каждый день. Хоть размова не только об непосредственных экспонатах. По словах организаторов выставы, у Год культуры этот выставочный проект объеднал Музеи Беларуси и Литвы, что в свою чергу будет содейнишись у массованию добрососедских относин помеж краинами. А тому есть у все подставы мерковать, что эта выстава опошней не будет. Мы разные экспонаты имеем. Можно поделиться и посмотреть, связанные с общей историей или какие-то тематические. Ну, в нашем музее разные коллекции. Если будет и желание, всегда мы можем сделать. Олеся Нюрова, Ольга Коновалова, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». За всем крыху сегодня не хотела Марине Литвинчук, как бы заезти на олимпийский пьедестал. В финальном заезде байдарок-одиночек на 500 метров перемогла венгерка Данута Козак. За ее одночасово финишовали три спортсменки. У их лику была и белорусская. Фотофиниш показал, что Литвинчук стала только четвертой. У ее еще есть шанс завоевать медаль. Завтра белорусская байдарка-четверка выйдет на старт квалификации на дистанции 500 метров. Финал отбудется 20-го жнивня. У складе белорусского экипажа, кроме Амарыны Литвинчук, еще три представницы Гомельской области. Маргарита Махнева, Надея Лепяжко и Вольха Худенко. Глядите, завтра на телеканале «Беларусь-3» перед выборной выступлений кандидатов у депутаты Палаты представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья. С 19.01 до 19.20 у эфиры выступлений кандидатов по Гомельской сельской окрузе номер 37. С 19.20 до 19.45 до выборщика узвернутся кандидаты по Жлобинской окрузе номер 40. И с 19.45 до 19.55 час выступлений у кандидатов по Будакошалевской выборчей окрузе номер 38. Нагадаем выступлений выйдуть у эфир на телеканале «Беларусь-3». На гэтым выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам пленнага вечера. До новых сустреч!